В послании Федеральному собранию президент много говорил о здравоохранении. В частности, Владимир Путин поставил задачу развивать звено первичной медицинской помощи. Фельдшерские пункты, врачебные амбулатории, офисы врачей общей практики будут модернизированы и укомплектованы кадрами. Квалифицированная медицинская помощь должна быть доступна для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий. Что делается для решения этого вопроса в Славянском районе, смотрите в следующем материале выпуска. В Славянском районе первичную медицинскую помощь. Жителям оказывают Анастасийская и Петровская участковые больницы, 6 врачебных амбулаторий, 5 офисов врачей общей практики, 23 фельдшерско-акушерских пункта. Обеспеченность кадрами на селе составляет практически 100%. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в прошлом году удалось привлечь 8 специалистов, 3 врача и 5 фельдшеров скорой медицинской помощи. В этом году будет решаться вопрос с врачом-терапевтом в Коржевскую врачебную амбулаторию. Каждый год в нашем муниципалитете открываются новые медицинские объекты, благодаря которым жители даже самых малочисленных и отдаленных населенных пунктов получают квалифицированную медицинскую помощь. В начале этого года состоялось торжественное открытие офиса врача общей практики в поселке Целинном. Теперь, чтобы получить первичную медицинскую помощь, жителям не обязательно ехать в районный центр. Прививки, анализы, кардиограмму, осмотр врача – все можно сделать на месте в комфортных современных условиях. С сентября 1993-го работаю в поселке Целинном. Сначала врачом-терапевтом, а потом прошло обучение на врача общей практики. И весь этот период врачебный стаж только здесь, в поселке Целинном. Смешанный прием, детство, взрослых ведем, какие-то по узким специальностям можем оказать помощь. Поэтому на селе это очень востребовано. Для жителей открытие нового офиса врача общей практики стало настоящим подарком. Теперь медицинскую помощь они будут получать недалеко от дома и в комфортных условиях. Такое здание построили. Было на втором этаже же у нас пожилым людям, тяжело было подниматься. А сейчас пришли, тепло, светло. Вообще все счастливые, все люди благодарны вообще, я не знаю, от души. У нас врачи очень хорошие, добрые, доброжелательные. Всегда приходишь, всегда поддержат. Вообще, ну не знаю, все будет отлично. Доступнее медицинская помощь стала и жителям Кутра-Троицкого, Майевского сельского поселения. В начале этого года там был открыт новый фельдшерско-акушерский пункт. Построен ФАП по краевой программе в рамках нацпроекта здравоохранения. Раньше медицинское учреждение размещалось в старом жилом доме, оборудованном под нужды здравоохранения. Сейчас всю необходимую медицинскую помощь жители получают в комфортных современных условиях. Прием пациентов ведет фельдшер Галина Рамазанова, сама коренная жительница Майевского сельского поселения. Стаж работы в медицине более 30 лет, 12 из которых она работает в хуторе Троицком. Пользуется большим уважением у односельчан. Мне очень нравится, что нам здесь, в хуторе, поставили новый медпункт. Докторы у нас постоянные, и раньше она работала, и у нас все прекрасно. Уколы делает прекрасно, обслуга хорошая, внимательная, доброжелательная. Колюсь я в направлении от невролога после инсульта, делаю уколы. Так что я благодарна за то, что для нас так все хорошо сделано. В хуторе Троицком обслуживает 289 человек. Первая медицинская помощь, прививки, патронаж детей до года, обслуживание на дому. Это лишь малая часть работы фельдшера на селе. Если нужна консультация узких специалистов, Галина Васильевна оформляет номерок во вторую поликлинику или вызывает врача в Троицкий. Одним словом, делается все возможное, чтобы сельские жители получили качественную и своевременную медицинскую помощь. Процедуры выполняем все, и внутримышечные, и внутривенные, по назначению врача. Делаем профилактические прививки. Сейчас вакцинация идет от COVID-19. Поселок Голубая Нива – один из самых удаленных от районного центра населенных пунктов. До города более 70 километров. Для удобства жителей здесь работает офис врача общей практики, где есть все необходимое для получения медицинской помощи. Ведется прием взрослого и детского населения, есть дневной стационар, физиокабинет, своя лаборатория. Оказываем помощь, получается, значит, у нас работает процедурный кабинет, инъекции, внутривенные, внутримышечные, и дневной стационар. То есть люди получают капельное вливание, получается, по назначению меня, как врача общей практики, и узких специалистов. Для работы, в принципе, все есть у нас. Лаборатория работает, биохимические анализы берем, перевязки делаем, оказываем, так скажем, неотложную хирургическую малую помощь. То есть, получается, раны зашиваем. Очень много у нас рыбаков обращается. Дмитрий Дубников врачом общей практики в Голубой Ниве работает с 2007 года. В наш район он приехал из Татарстана. Муниципалитет сразу же ему предоставил жилье. За почти 15 лет работы Дмитрий Александрович стал настоящим семейным доктором, который знает все о здоровье каждой живущей здесь семьи. Никогда никому не отказывает в помощи. Его номер телефона на связи круглые сутки. Жители благодарны за такого отзывчивого и профессионального врача. Есть заболевания, которые, ну как, эти самые хронические, назначают капельницы, принимают, всегда ответят на вопросы, всегда по телефону, если даже звонишь, это самое, если что-то беспокоит, он всегда ответит. Ну, всегда как бы относится прекрасно. В любую минуту поможет. У меня у мужа тоже была сложная операция, он нам помог, как бы жизнь спас супругу. У него сразу отправили на Краснодар, на сердце сделали операцию. Если бы не врач наш бы, может быть, уже и не было бы. Своевременно оказанная медицинская помощь и быстрая, точная диагностика состояния здоровья действительно спасают жизни. Именно поэтому в последнее время в нашей стране модернизации первичного звена здравоохранения уделяется особое внимание. И эта работа будет продолжена. Современная, высокотехнологичная медицинская помощь должна быть доступна каждому жителю, независимо от того, где он живет, в городе или селе. Анна Моностренко, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин, программа «События»